Итак, мы снова в школе популярного богословия, и сегодня мы продолжаем рассуждение о Боге, в которого мы верим. Сегодня нам предстоит коснуться очень непростой темы. Если мы до сих пор говорили об атрибутах, о свойствах Бога, то сегодня мы попытаемся прикоснуться к сущности Бога, каков Он, Бог, в Которого мы верим. Это одна из самых таинственных и непостижимых тем, тема троичности и единства нашего Бога. Итак, вооружившись смирением и терпением, обратимся к Слову Господнему. Будем читать текст из Священного Писания, который записан в Первом Послании апостола Иоанна, 5 глава, 7 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». «Три свидетельствуют, и сии три суть едина». Мы продолжаем сегодня рассуждения в Школе Популярного Богословия. Это встречи, которые помогают нам более систематически представить основные истины Священного Писания, рассмотреть основные учительские доктрины с точки зрения всех текстов Писания, для того, чтобы мы могли твердо понимать, как мы верим, в кого мы верим, и почему мы верим так, как мы верим. Апостол Павел когда-то говорил афинянам, что он проповедует о Боге, которого люди почти не зная чтят. К большому сожалению, истина о Боге, которая так широко как будто бы известна, все представляют, как будто кто такой Бог, имеют какие-то общие сведения о Нем, но эта истина на самом деле окутана тайной. И это нормально, это правильно, собственно, так и должно быть. Мы с вами сейчас разбираем основные черты, атрибуты, свойства Бога, и мы представили уже на протяжении нескольких бесед много различных свойств Бога. Мы говорили о таком свойстве, как всеведение, о котором только что мы слышали, и зная то, что Бог все видит, хотя вроде бы это должны все люди понимать, что Бог-то, если Он настоящий Бог, то Он все видит, но если мы действительно по-настоящему знаем, что Бог видит нас везде и всегда, то вести себя мы будем, наверное, совсем иначе. К сожалению, мы иногда забываем об этом качестве Бога, всеведения. Если мы говорили с вами о таком качестве, как вездесущность Бога, то мы должны тоже понимать, что от Бога не спрячешься, и не надо убегать от Него. Люди пытаются как-то скрыться от Бога, сделать вид, что Его нет, но если понимать хорошо, представлять, что Он действительно вездесущий, то есть везде есть, как поется в известном гимне «Око твое надо мной», то зачем прятаться и убегать? Лучше выйти открыто к Нему и все Ему рассказать, и все Ему представить. Если мы говорили о святости Божьей, то мы должны понимать, что это тоже не абстрактная философская категория. Святость Божья оказывается очень практическая вещь для нас. С одной стороны, она ужасает и пугает, потому что тот уровень святости, который являет Бог, настолько высок, что ничто не может устоять пред лицом Его. Его святость абсолютно, мы об этом подробно говорили, и от этого, собственно, мы должны прийти в ужас. А с другой стороны, когда мы знаем, что Его святость дается нам по милости и по любви нашего Господа Иисуса Христа, что Он дарует нам свою святость, это понятие становится для нас очень обнадеживающим, оно становится для нас очень близким и дорогим. Если мы говорим о праведности Божьей, и говорили много о праведности Божьей, о справедливости Божьей, то это также, с одной стороны, должно заставить нас понимать, что за все придется нести ответ, а с другой стороны, это укрепляет нас и дает надежду, потому что мы все желаем святости, мы стремимся к святости, мы хотели бы видеть и святость, и праведность, и вместе с тем мы хотели бы видеть справедливость. И тогда, когда мы не видим справедливости на земле, когда мы не видим, что грешники несут наказание за свои грехи, когда мы видим, что негодяи живут хорошо и благоденствуют, и все у них в порядке, умирают они в достатке, и вроде бы все у них хорошо, то не всегда мы можем понять, что происходит вокруг нас. Но зная Божью справедливость и Его праведность, мы можем быть абсолютно уверены, что от Него никто не убежит, и в смерть невозможно спрятаться, и ад не сокроет негодяя. Никто от Него никуда не спрячется, и наступит праведный суд, если мы действительно понимаем это свойство Бога. То есть тогда, когда мы говорим о свойствах Божьих, когда мы говорим, скажем, о Божьем сострадании и милосердии, опять-таки это должно наполнить нас практическими действиями, оно должно помочь нам, это знание, правильно поступать, правильно вести себя перед Богом. Если Бог сострадательный, то мы имеем возможность обращаться к Нему. Он готов помочь, Он готов протянуть свою руку помощи. Мы просто не всегда можем понять, что Он рядом, Он всегда близок, и если бы мы почаще обращались к Нему, может быть, мы бы больше получали. Ненапрасно Иисус говорит, стучите, и отворят. Просите и получите. То есть, вроде бы мы просим, но, наверное, не так просим, и, наверное, не так стучим, как ожидающие получить. То есть тогда, когда мы говорим об атрибутах Божьих, о Его способности прощать, о Его справедливом наказании, когда мы говорим о характере Божьем, о Его неизменности, скажем, мы много говорили, о вечности, это все практические вещи. Зная, допустим, неизменность Божья, мы можем твердо быть уверенным, что Он исполнит все свои обещания. Это обнадеживает, это вселяет твердость, крепость веры и уверенность. То есть тогда, когда мы все это видим, мы правильно ведем себя. И тут еще одна очень важная деталь, на которую мне хотелось бы обратить внимание, как бы подытаживая наши предыдущие все беседы. Мы очень часто и много уделяем внимания подробно, изучая отдельное свойство, отдельный атрибут Божий, отдельное Его проявление. А ведь Бог един, Он – Личность, и в Нем это все одновременно существует. И справедливость, и милосердие, и праведность, которая наказывает грех, и любовь, которая прощает грешника. Очень важно понимать, что в Боге гармонично сосуществует все. К большому сожалению, в богословии очень нередко можно встретить, как специалисты особенно акцентируют внимание на какой-то одной черте Бога, подчеркивают какую-то одну доктрину, и вокруг нее строят, собственно, все богословие. Вот это большая ошибка и большая опасность – преувеличить что-то одно. Очень важно иметь вот это гармоничное представление о божественных свойствах. Очень важно видеть Бога как Личность целиком, а не просто как отдельные проявления, которые вокруг нас. Так что тогда, когда мы занимаемся в школе популярного богословия, мы должны понимать, что все это необходимо нам для практической жизни, несмотря на то, что мы изучаем как будто бы абстрактные вещи, и абстрактные категории. Но все это оказывает большое влияние на нашу постоянную, повседневную жизнь. Сегодня мы, собственно, приступаем уже к еще более, наверное, сложному этапу изучения наших взглядов или представлений о Боге, когда мы будем говорить уже не только об атрибутах или не столько даже о свойствах Бога, сколько о сущности Бога, то есть кто Он есть как таковой. И здесь мы неизбежно коснемся одного из самых таинственных проявлений нашего Бога. Он един и Он троичен. Вот это представление о единстве и троичности Бога – это, наверное, то, что очень многих повергает в сомнения, в недоумения. И, в общем-то, я понимаю таких людей. Это вполне законно, потому что представить себе, что Бог един, мы верим в одного Бога, и вместе с тем Бог троичен, имеет три лица, вроде бы три как бы Бога. Представить и совместить все это в сознании очень сложно. По сути дела это невозможно. Еще в ранние века, в начале третьего века, один из самых известных богословов-умыслителей того времени, Тертулиан, сформулировал очень интересный тезис, которым он доказывал правильность или божественное происхождение христианства. Если рассказывать его своими словами, то он звучит примерно так. «Из-за того, что в христианстве есть вещи абсолютно абсурдные, абсолютно не укладывающиеся в сознание, из-за этого, собственно, я, – говорит Тертулиан, – верую, что христианство есть богодухновенная система». То есть человек, если бы создавал религию, если бы он придумывал веру какую-то, он бы не придумывал такие безумные с человеческой точки зрения идеи. Зачем такой сложный бог? Ну, вот, скажем, представление, которое есть в исламской традиции. Все очень просто. Бог один, над всем восседает, всем управляет, все ему покоряются, никто ему ничего не может сказать из слова. Все должны строго выполнять его предписания. От человека требуется очень просто – «Выполняй пять предписаний, и все будет хорошо». И никаких сложностей нет. Очень простая, ясная религия. Религия, вроде бы, очень привлекательная с человеческой точки зрения. Христианство не такое. В христианстве есть очень много вещей, которые не вмещаются в человеческое сознание. И Тертулиан указывал, что именно это доказывает, что христианство не придумано людьми. Люди бы не придумывали таких сложностей. Они бы пошли по простому пути. А то, что в христианстве есть такое сложное представление, как представление о Троице, когда есть один единый Бог, но проявляющий себя в трех лицах, это как раз один из сильнейших аргументов был для Тертулиана, который доказывал, что христианство не придумано людьми, а пришло от Бога. Потому что Бог сам по себе сложен. Его невозможно вместить, как мы только что слышали, в обычного истуканчика, в статуэтку, и сделать его очень послушным, ручным, который бы выполнял все мои пожелания и повеления. Бог не такой. Тот, которому мы поклоняемся, сотворил нас и имеет качественно другие признаки и характеристики. Поэтому, говоря о Боге, мы неизбежно сталкиваемся с тайной. Это должно быть по определению. Если бы этого не было, то, наверное, не стоило бы верить в такого Бога. Но Бог, который открылся в Библии, таинственный, непостижимый Бог. И все-таки мы можем что-то говорить о Нем. Ну, прежде всего, Писание ясно и четко заявляет, что мы веруем в единого Бога. Бог един. И это звучит еще на страницах Ветхого Завета, это же звучит на страницах Нового Завета. Постоянно Бог подчеркивает, что Он один и един. Самая главная, собственно, центральная заповедь всего Ветхого Завета звучит так. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Таразакония 6 глава, 4 стих. Вот это вот Шима, Израиль, это самая суть, собственно, всей иудейской традиции. Господь Бог, Господь един есть. В то время, когда Моисей провозглашал это слово, может быть, он главный акцент делал на то, что было множество богов, и люди поклонялись этому множеству. И от имени Бога он заявлял, что все это множество на самом деле не есть настоящие боги, это все выдумка человеческая. Есть один настоящий, единый Бог. Эта заповедь в основном подчеркивает как раз контраст по отношению к политеизму, к многобожию, которая тогда существовала. Нет других богов и не может быть других богов. Об этом же написано в 44 главе Исаия 6, 8 стих. В 1 послании Тимофеев, 2 глава, 5 стих. И в других текстах Писания все время подчеркивается, что Бог один и единый Бог. И христианство твердо стоит на этой позиции. Но в то же время понятие один, единый часто предполагает множественность в самом себе. То есть один – это не всегда единичность, а один может быть множественность. Ну вот, скажем, Писание говорит, что муж и жена – это одна плоть с точки зрения Бога. Ведь на самом деле это два человека, а не один человек. Но Бог смотрит на них, как на одну плоть. одна плоть с точки зрения Бога. Или в Писании, например, написано в Бытии 11 глава, 6 стих. Вот один народ в отношении Израиля сказано. Народ один, но в народе не один человек. В народе есть множественность. И очень часто понятие «один» предполагает внутри себя множественность. Это можно найти даже и в именах Бога в Ветхом Завете, и во всех других упоминаниях, даже в нашей обыденной речи. Мы часто это подчеркиваем, что слово «один» может иметь вот этот множественный смысл. И Священное Писание только в Новом Завете по-настоящему открывает нам картину троицы, троичности, множественности Бога в самом себе. И, собственно говоря, вот это слово «троица», оно не присутствует ни в Новом, ни в Ветхом Завете. В Библии нет этого слова. И вы можете не употреблять его вообще. Можете вообще забыть это слово и никогда его не использовать. Важно другое. Важно понятие, которое стоит за этим словом, а не само слово «троица». А понятие очень простое. Бог один, но вместе с тем Священное Писание очень ясно и четко говорит, что Отец – это Бог. Писание также ясно и четко заявляет, что Сын – это Бог. И Писание также ясно заявляет, что Дух Святой – это Бог. И возникает тогда дилемма. А сколько же у нас богов? Три бога или один бог? И Писание здесь опять-таки подчеркивает один Бог. И, собственно, только тогда, когда люди пытаются совместить вот эти понятия на уровне человеческой логики, они приходят к слову «троица». А в принципе, суть важна в другом. Суть важна в том, чтобы понимать, что Отец – это истинный Бог. И вот я приведу несколько текстов, или хотя бы один сейчас напомню. В послании к римлянам, например, написано 1 глава 7 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего». Это уже новозаветный текст. Я не касаюсь множества ветхозаветных текстов. И в Новом Завете подчеркивается, что Бог – Отец – это истинный Бог. И в то же самое время в Священном Писании ясно говорится об Иисусе Христе, что Он Бог. И это прямые тексты Писания, которые невозможно обойти, невозможно перетолковать. Ну вот, например, римлянам 9 глава 5 стих. Апостол Павел пишет так. «Их и отцы», он говорит об Израиле, что «Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Христос по плоти из Израиля, сущий над всем Бог. Он даже употребляет в это священное имя для израильтян – «сущий». От начала «сущий» так открылся когда-то Бог Моисею. И вот он здесь говорит, что «Христос есть сущий над всем Бог». И это прямое заявление Писания. Или другой текст, 1 глава Иоанна, 5 глава, 20 стих. 1 Иоанна 5, 20. «Да будем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Сей есть. О ком здесь сказано? Совершенно очевидно об Иисусе Христе. «Прибудем в Сыне в Иисусе Христе». И дальше Иоанн уже продолжает. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». То есть, посмотрите, апостолы, авторы Нового Завета, все те, которые писали священное Писание, они как раз очень ясно и четко подчеркивают, что Христос – это Бог. И снова-таки возникает вопрос, «Так что же и Отец Бог, и Сын Бог – два Бога». А еще дальше, если читать, то окажется, что и о Духе Святом сказано, как о Боге. Ну вот, скажем, в книге «Деяния апостолов» приводится известный случай, который случился с апостолом Петром. Пятая глава книги «Деяния апостолов» с третьего стиха описывается этот случай. «Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Значит, в начале своей речи Петр говорит, что «ты солгал Духу Святому», и потом он подтверждает, что «ты солгал Богу». Тем самым уже здесь совершенно ясно проводится тождество между Духом Святым и Богом. То есть Дух Святой здесь представляется уже не просто как некая сила или свойство Бога, а сам Бог представляется. Об этом же очень много говорит Иисус Христос, когда Он уходит с этой земли, прощается с учениками. Он говорит, что Он пошлет Духа Святого, что Отец пошлет Духа Святого, который придет вместо Него, и Он будет действовать так, как действует Сам Сын человеческий, как действовал Сам Господь Иисус Христос. Он будет утешать, Он будет учить, Он будет наставлять, Он будет руководить. То есть это все действия, которые характерны и для самого Иисуса, и для Отца Небесного. Действия Бога. То есть мы встречаемся опять с парадоксом. Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог. И это парадокс, который действительно очень сложно вместить в разум, но очень просто воспринимать верой. Если не пытаться это все объяснить, если не пытаться это разложить по полочкам и по всем богословским направлениям, то, в общем-то, все окажется достаточно просто. Троица действительно существует, как единица, и единица в Троице. Очень интересно об этом, кстати, написано в одном из древних символов веры. Написано так, писали ранние христианские богословы. Отец ни от кого не сотворен, не создан, не рожден. Сын от единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой от Отца не сотворен, не создан, не рожден, но исходящий. Итак, Отец – Бог, Сын – Бог, Дух Святой – Бог, но не три Бога, но один Бог. И всей Троицы нет первого или последнего, нет большего или меньшего, но три ипостаси, одна другой всецело, совечны и равны. Так что по всему должно воздавать поклонение Троице в единице, и единицы в Троице. Вот такое равновесие, которое пытались описать ранние богословы, когда есть три лица одной божественной сущности. Они употребляли вот это слово единосущность, когда говорили об отношениях между Отцом, Сыном и Духом Святым. По сущности они равны, то есть сущность у них божественная. Понятие сущности – это внутреннее содержание, вот скажем, мы с вами люди. Я и мой сын – это люди. У нас сущность человека. Эта сущность отличается от сущности, скажем, животных. У животных другая сущность. У камней, у творений мертвой природы – иная сущность. У людей другая сущность. Вот сущность – это то, что объединяет какой-то род или объединяет нечто схожее по внутренней природе своей. Это сущность. А ипостасность, то есть это то, как проявляется эта сущность. Все мы разные. Все мы, люди, имеем разные ипостаси. То есть мы не похожи друг на друга. У нас другие отпечатки пальцев, другое лицо, другая фигура у каждого. У каждого есть свои собственные индивидуальные особенности. Это ипостасность. Но в отличие от такого представления, когда мы говорим о людях, о сущности и ипостасном проявлении, когда мы переходим к Троице, там все несколько иначе должно представляться, потому что в Троице абсолютное единство. Между нами, людьми, нет единства. Даже близкие родственники между собой ссорятся, иногда не находят общего языка. Настоящего полного единения трудно очень представить даже между самыми близкими людьми, между супругами. В Троице же абсолютное единство, поэтому и говорит Христос, «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». То, что Я говорю, Я не от себя говорю, а то, что Отец говорит. Это то единство, которое в богословии описывается словом «перихоресис», которое предполагает жизнь в другом. То есть, я не сам по себе живу, а я живу в другом. На человеческом уровне это невозможно. Мы все живем, каждый по себе, отдельности, индивидуальности. А вот в Божественной Троице это реализовано, это действительно возможно. Дух Святой и Отец, они живут в полном единении, каждый живет в другом. Сын, Отец и Дух Святой живет вот в этом абсолютном единении, когда у них одни мысли, одни направления, одни воли. При этом каждый сохраняет свою индивидуальность. Они не теряют своей индивидуальности, они остаются при этом чем-то особенным, каждая из лиц Троицы, но сохраняют абсолютное и полное единство. Если вот так представлять себе Бога, то тогда мы действительно можем понимать, что мы имеем дело с одним Богом, который проявляет себя в трех лицах и по-разному проявляет себя, и по-разному действует Отец, Сын, по-разному действует Дух Святой, но все действуют едино. И это понимание дает нам твердость и уверенность в нашей жизни, чтобы мы могли правильно поступать во всех наших делах. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас!